Ла Муда подбирает модель Ла Муда подбирает модель онлайн-ретейлер замедлил темпы роста Газета Коммерсант номер 36 от 28 февраля 2019 года Строение 10 темпы роста выручки интернет-магазина Ла Муда замедлились по итогам 2018 года, а в валютном выражении перешли к снижению В компании объясняют это переходом к большей доле продаж по модели маркетплейса Нишевым ретейлерам становится сложнее конкурировать с наращивающими инвестиции онлайн-гипермаркетами, считают эксперты Выручка онлайн-ретейлера Ла Муда Работает в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине По итогам 2018 года сократилось до 376,4 миллиона с 395,1 миллиона годом ранее Снижение на 4,7% евро и рост на 6,7% в рублях, говорится в отчете материнской компании Для сравнения, в 2017 году компания показывала рост и в рублях, и в евро, на 18,6% и 29,5% соответственно Стоимость проданных на Ла Муда товаров за 2018 год с учетом платной доставки составила 467 миллионов, рост на 1% в евро и 13,9% в рублях Число активных покупателей увеличилось на 7%, до 2,7 миллиона В. Ла Муда Объясняет изменения показателей ростом доли продаж по модели маркетплейса Сейчас у ретейлера 20 компаний-клиентов в сегменте B2B А доля маркетплейса в выручке за 2018 год составила 13,1% против 2,7% в 2017 году, уточнила представитель компании По ее словам, модель маркетплейса более маркетплейса, что можно увидеть в росте воловой прибыли, 38,7% в рублях год к году Данные по операционной прибыли Ла Муда Не раскрывала По итогам 2017 года чистый убыток российского юридического лица компании составил 2,43 миллиарда рублей темпы роста выручки Ла Муда Заметно ниже показатели лидеров рынка Как ранее писал твердый знак Wildberries Запускавшийся как магазин одежды и обуви И Ozen.ru Могли вырасти по итогам 2018 года на 70-80% Компании объясняли это расширением ассортимента Ла Муда Жене может показать схожих темпов Поскольку остается исключительно в сегменте одежды и обуви Объясняет гендиректор инфолинии аналитики Михаил Бурмистров Этот рынок сейчас находится под серьезным давлением В частности, со стороны онлайн-гипермаркетов и маркетплейсов В том числе и китайских Так, в 2018 году немецкая группа Otto Свернула в России онлайн-магазины под брендами Otto И Quell А другие участники рынка, например Bondprix Также входят в Otto И Kupi VIP Показывают медленный рост Отмечает эксперт При этом ретейлеры сегмента Fashion Могут противопоставить маркетплейсам низкие цены Удобную доставку и возврат, указывает директор департамента консалтинга D-Royd Вардан Гаспарян В 2018 году на российском рынке онлайн-ритейла Несколько крупных игроков с огромными затратами наращивали свои объемы Констатирует партнер Data Insight Федор Верин Ламода Оставаясь нишевым магазином одежды и обуви В этой гонке не участвовала Поэтому и темпы роста у нее существенно ниже, чем у игроков Вкладывающих десятки или сотни миллионов в расширение Нынешний год может стать решающим для компании Считает господин Верин Не исключая, что ретейлер может перейти под контроль более крупного игрока Если в этом году Ламода Запустит распределительный центр и усилит логистику А в следующем выйдет на операционную безубыточность То сможет закрепиться в своей нише В противном случае у них могут просто кончиться финансовые ресурсы Докапитализировать их будет тяжело Добавляет Михаил Бурмистров В части развития маркетплейса компании будет сложно тягаться с крупными игроками вроде Яндекса или Озен Датру Пессимистичен он Дмитрий Шестоперов Добавляет Михаил Бурмистров